Слово предоставляется господину Кванчатирадзе. Большое спасибо, госпожа председатель. Уважаемые члены ассамблеи, несколько недель, нет, точнее неделю назад я буквально был на Украине. И я в качестве свидетеля могу сказать, что ситуация в этой стране более чем беспокоящая, чрезвычайно беспокоящая. Ситуация на Украине ухудшилась с момента последней сессии, и Россия по-прежнему цинично продолжает бросать вызов международному сообществу, нарушает все основополагающие принципы Совета Европы, его ассамблеи, и нет никаких оснований изменять статус-кво, который сложился в отношении России в ассамблее, во всяком случае до минимума июньской сессии этого года. В нынешнем политическом эстеблишменте России нет людей, которые бы понимали по-настоящему императивы демократии, и мы сегодня, сейчас соединяемся этого свидетелями. Политика пророссийская на Украине, безусловно, является очень нехорошим примером того, как осуществляется демократия. И вы понимаете, это просто-напросто проявление так называемого суверенного подхода, или подхода суверена, точнее, по отношению к своему вассалу. Это выражается в постоянной поддержке военных постанческих формирований со стороны России. Я слышал господина Слуцкого, сейчас говорю, что господина Белякова, относительно того, что нет подтверждений тому, что российская сторона в военном плане присутствует на территории Украины. Но вот сейчас солдатские матери заявляют о том, что сотни уже могил около различных городов возникли недавно. Это не на территории Украины, это далеко возникли могилы от украинской территории, но в большом количестве. И я считаю, что ассамблея не должна пересматривать статус-кво относительно российской делегации. Я считаю, что если мы по-иному поступим, то мы суверенную Украину вернем в сферу влияния России. Я считаю, что мы должны помнить не просто об исторических наших ценностях, мы должны думать о том, что делать с этими ценностями сейчас. В большей части общества есть чувство обескураженности, опускаются руки, раздраженность растет по отношению к тому, что институты европейские ничего не делают по отношению к милитаристской российской политике. И нет никаких усилий по мирному разрешению настоящих конфликтов. И когда мы говорим о возможностях для Российской Федерации, мы должны помнить, прежде всего, что нельзя идти на поводу российской военной металлической машины. Я считаю, что ситуация ухудшается и ухудшается, и она может стать еще худшей и непредсказуемой быть. Я понимаю, что решение принимать трудно, но свобода и жизнь никогда не давались дешево. Я считаю, что надо быть уверенным в том, что если мы не сумеем создать статус-квоту, мы тем самым признаем, что мы являемся жертвами сложившейся ситуации. Поэтому я считаю, что нам нельзя допустить исторические ошибки сейчас. Спасибо.